и снова всем привет всем кто смотрит мой канал приветствую вас сегодня хочу продолжить свой рассказ об английских мужчинах вот хочу вам рассказать еще у меня есть один знакомый саймон может быть помните да которого я вам показывала помните когда я была на дискотеке это саймон и очень симпатичный мужчина но он конечно вообще самый молодой из всех моих знакомых скажем так и вот опять же видео вам скину кто не видел посмотрите как мы с ним выплясывали там на ночной дискотеке you like to dance with me yeah Я люблю танцевать. Очень хорошо, очень хорошо. И как, насколько он симпатичный на самом деле, высокий красавец. Вот, я уже даже забыла, сколько ему лет, потому что что-то я по этому поводу... Ну, даже ни о чём я и не думала о таком, не подозревала, что у нас что-то может завязаться. Но когда он вот тут стал ко мне проявлять больше внимания, чем мне хотелось бы, то я тогда ушла с вечеринки. И я вам не рассказала продолжение, что там у нас получилось. Потому что буквально, наверное, через несколько дней он мне снова позвонил. Он пригласил меня в кафе. И я, вы знаете, согласилась, потому что мне на самом деле этот мужчина понравился. Да что говорить. Если вы посмотрите, то вы поймёте, что очень симпатичный мужчина. Я, конечно же, согласилась. Я пришла в это кафе. Он очень обрадовался. Опять же побежал. Вот он такой человек, вы знаете, тогда в этом первый раз, когда мы встретились, он на этой вечеринке, на дискотеке, он меня там угощал коктейлями. Там коктейли довольно дорогие. Да я даже и не знаю, сколько они стоят, сказать по правде. Потому что всё покупал Саймон. Вот. Ну и потом он опять забегался. Он опять тут притащил кофе. Мне притащил огромный кусок торта. Хотя я и не спрашивала, не просила. Ну, в общем, вы знаете, на удивление просто. Просто непривычно. Потому что, как тоже мы уже подчёркивали много раз, и как я вам сказала про Мартина тоже, да, присутствует такое немножко скупердяйство. А здесь, ну, просто человек, душа нараспашку. Он мне понравился. И я вся тут задумалась, думаю, надо же, господи, чё это он так ко мне? Это что это такое происходит? Что почему на меня этот Саймон обращает внимание? И что вы думаете? Сидим, это мы дальше продолжаем в кафе общаться. И вдруг я вижу одна из моих знакомых русскоговорящих. Давным-давно я её знала. Это, в общем, Вероника её зовут. Она чуть помоложе меня. Ну, такая ушлая бабёнка, скажем так. И она живёт здесь на острове уже давным-давно. Больше 20 лет. Знает практически всё про всех. И когда-то мы с ней познакомились на вечеринке. Ну, и я не скажу, что мы были какими-то друзьями или даже близко знакомыми. Нет. Ну, просто вот так. И вот это Вероника. Она увидела меня. Она увидела Саймона. Здрасте, здрасте. Подошла там, что-то поулыбалась. И потом мне говорит. Ой, Галина, пойдём мы в дамскую комнату сходим. Пойдём. Я так удивилась. Я чувствую, что ей что-то прямо не терпится мне сказать. Ну, я, естественно, с ней спускаюсь в эту дамскую комнату. И она мне говорит. О, я смотрю, ты с Саймоном. Да ты что? Ты давно с ним? Я так удивилась. Я говорю, да я вообще-то только кофе с ним пью. Я ещё никакой не с ним. Что ты имеешь в виду с ним? У нас никаких отношений ещё нет. Ну, в общем, я не знаю. Я его так по-хорошему, наверное, только несколько раз и видела. А вот сейчас вот как бы мы решили... Он меня пригласил на свидание. Мы сидим тут за чашкой кофе. Она мне говорит. А, так я вот и смотрю, что я и думаю. Ты же не должна была согласиться на такого мужчину, если бы ты знала. Я пешила. Говорю, а что я должна была знать? Что такого? Поподробнее, пожалуйста, Вероника. И она мне говорит. Да, он на самом деле красавчик. И все тут знают его. Ну, наверное, что ты всё-таки ж не в курсе. Поэтому я тебе рассказываю, что вот он, он же эпилептик. И вот у него такая страшная болезнь, эпилепсия. И у него эти приступы там случаются очень часто. Бывает, что даже где-то в людных местах у него случаются эти приступы эпилепсии. И что это ужасно. Ну, и так как у нас всё-таки маленький этот остров, все об этом знают. И вот он тут однажды был женат ещё по молодости. Но жена от него ушла. Они же здесь англичанки такие, что зачем какие-то такие вот проблемы. Они не хотят заморачиваться. И она ушла от него. Вот то, что я вам говорила, что у него богатый отец. И он из богатой семьи. И, в общем, конечно, я ещё как-то тогда... Я ей, кстати, сразу поверила. Потому что я ещё тогда удивилась, когда мы первый раз с ним встретились. Что он старит деньгами. Что его все знают. Что у него, вот, его отца вот эта вот дискотека огромная. Это, в общем-то, получается у людей высокий достаток. Ну, а получается, что он такой красавчик, не женат. Что-то с ним не то. В общем, вот такая, друзья, история. Вы знаете, что я, конечно, поразилась. Я вообще, конечно, я говорю, что я не ожидала такого. Но на самом деле может быть вполне. Во-первых, мне сказала, опять же, это Вероника сказала, что его отец, он всё время за ним следит. Он говорит, что Саймон хочет всё-таки как-то самостоятельности. Несмотря на то, что вот у него эта болезнь. Но это ж не приговор. Он хочет как-то общаться. Он как-то хочет какую-то женщину найти. Но отец ни в какую следит за ним. И ничего ему особо не позволяет. И была даже такая история, что он опять с какой-то там сошёлся с женщиной. Она, по-моему, была индианка. Потому что что-то англичанки-то не очень хотят. Вот таких вот мужчин с изъянами. Ну и тем не менее, что вот они с этой индианкой. Он даже сразу снял квартиру. Арендовал Саймон, чтобы им там как-то вместе жить. Она к нему переехала. Но она, наверное, знала вот этот его недуг такой. Эту его болезнь. Но, тем не менее, их разбил отец. И отец, в общем, как говорят, он даже пригрозил этой женщине, чтобы она оставила Саймона. Да, вот такая неоднозначная история с этим Саймоном. И я уж не знаю. Я, наверное, тоже смолодушничала. Всё вот это вот, когда я узнала, я подумала, оно мне надо. В смысле того, что, во-первых, это, конечно, проблема. Потом я стала думать, если мне так нравится человек, может быть, всё-таки, может быть, и познакомиться с ним поближе. Ну, я вот всё это себе думала-думала. Кстати, после того, как мы встретили эту Веронику, и я вернулась, у меня, наверное, было всё написано на лице. Потому что я свои чувства особо скрывать не могу. Потому что Саймон, он как-то забеспокоился. Стал спрашивать, что случилось, что какие-то проблемы. Я говорю, да нет, нет никаких проблем. Ну, и, в общем-то, так у нас скомкалась вся эта наша встреча. И я ушла домой. Мы расстались. И, наверное, буквально на следующий день мне опять Саймон звонит и говорит, не хочешь ли ты выходные опять пойти на дискотеку? Мы тогда так чудесно танцевали. Вот давай сходим на дискотеку. Ну, в общем, человек, как говорится, стал проявлять вот такие вот знаки внимания. И я сказала, что нет, не получается у меня ничего. Я сейчас, к сожалению, занята. И я ему сказала, что я обязательно ему позвоню. Как я освобожусь. Сейчас вот я уезжаю в Россию. Это было давно. Как вы помните, да? Вот я сказала, что я уже уезжаю. Я уезжаю в Россию на несколько месяцев. Потом, когда приеду, возможно, я ему позвоню, я с ним свяжусь. Но, конечно же, я с ним не связалась. И вот я еще один вам секрет раскрыла. Я, как говорится, понимаете, я даже не знаю, почему я так себя повела. Но сказать по правде, я вообще-то испугалась. Потому что я, например, никогда с эпилептиками дело не имела. Там же надо еще, если вдруг что-то случается, надо же как-то знать, как ему, какую помощь ему оказать. А вдруг, не дай бог. В общем, вы знаете, очень это такая история. И я, в общем, я, так скажем, смолодушничала, как я говорю обычно, да? Смолодушничала. И не стала я Сальмону перезванивать. А почему я про него вспомнила? Потому что я вот сейчас пошла по магазинам. Иду это я, чувствую взгляд на себе. Такое бывает, знаете. Я поворачиваюсь, смотрю и вижу Саймон. И он вдалеке. И вроде бы как он так немножко стушевался. Привет, привет. Ну, и я, вы знаете, взяла, вместо того, чтобы ему навстречу идти, там по очередному проходу вот этому продуктовому, я взяла и быстренько свернула в другой ряд. Не пошла по тому ряду, по которому идет он, а свернула. И он, конечно же, наверное, все понял. Ну, и вот так. А потом я сколько ехала, столько вспоминала про него. Ну, и получается, вот понимаете, раз я его встретила, и я вся занервничала, и я вся не могу его до сих пор забыть, я не понимаю такого, честно говоря. Потому что вы же понимаете, что я вам только что рассказывала про Мартина, да? Что мы с Мартином общаемся, что мы с Мартином любовники. Мартин мой бойфренд, а тут оказывается вот еще один и Саймон. И скажем так, что просто трудно поверить, что мне тоже нравится этот мужчина. Я от себя такого не ожидала, сказать по правде. Ну, с Мартином здесь такая история, по-моему, тоже вам уже озвучивала, но еще раз скажу, что он-то мне сказал, что он не хочет тратить мое время, что если я что-то серьезное собираю, значит, вот если я ищу что-то серьезного, то это не про него. Потому что он просто хочет, как они говорят, spend his time, тратить свое время, наслаждаться, общаться, иметь секс вот такой без обязательств, а больше его ничего и не волнует. Поэтому в этом плане я ему вроде тоже ничего не должна, как и он мне. Но я удивляюсь себе, что, понимаете, вот говорю вам, что мне очень нравится Мартин, просто очень. И я жду его вечерами, и вообще я жду утром, когда он мне пишет текст, сбрасывает смс-ку, что доброе утро, там, honey, good morning, honey, how are you? В общем, have a good day, как ты спала, если мы не вместе. Это настолько приятно, вы знаете. Ну и вот в то же время, видите, вот с Саймоном, и он мне тоже нравится. Ужасная история, друзья. Ой, господи, просто, ну вот нравится мне почему-то и один, и другой мужчина. Но Саймон, все-таки, наверное, я не смогу с ним что-то такое продолжить. Мне кажется так. Вот, друзья, рассказала вам, все секреты открыла. И думаю, что на этом я буду с вами прощаться. Всего вам доброго, увидимся, как обычно, снова на прогулках. А сейчас, пока-пока. Посмотрите, я снова вас привезла к своим красавчикам. Они передают вам привет. Они передают привет тем, кто попросил, чтобы я не кормила ребятей своих. Вот, они сказали, что вы не правы. Вот я пришла сейчас к ним без хлеба, и они обижаются. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok